В эфире программа День города в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите, по чем горючее, новые акцизы на топливо вступили в силу с 1 января. Теннис большой – это хорошо, в Рязани подходит к завершению Кубок Кремля. 50 оттенков белого – молодые врачи о своей работе. И обо всем подробнее. Стоимость бензина и дизельного топлива в странах ЕС обновила десятилетний минимум. На целом ряде заправок в Германии, например, стоимость литра дизельного топлива опустилась ниже отметки в 90 евроцентов, достигнув тем самым самых низких показателей за последние 10 лет. Впрочем, нельзя не отметить, что цены на бензин пока что снижаются и в России. Но специалисты утверждают, что совсем скоро ситуация изменится. Что почем в нашем городе, выясняла Оксана Тебенихина. Подорожание топлива в России – лишь вопрос времени. В 2016 году главным образом на экономику страны влияет кризис и усиление напряжения в социуме. Именно результатом этих событий станет рост цены на бензин в 2016 году в нашей стране. Разумеется, это понесет за собой подорожание остальных тарифов, как и цены на товары широкого потребления. Ведь все взаимосвязано. Почему же прогноз неутешителен? Уже за последние два года и наблюдаются скачки цен, причем в таком диапазоне, который может заметно повлиять на другие экономические показатели. Изначально, когда выросла цена на бензин, это сильно ударило по финансовому положению автомобилистов. Затем повысились и цены на продукты питания, что коснулось уже всего населения России. Аналитики утверждают, что тенденция к увеличению цен будет только усиливать массовые недовольства, отчего ситуация пока будет оставаться довольно неутешительной. Анализ стоимости бензина показывает, что в текущем году рост остановится на показателе в 5-6%. Многим известен тот факт, что на данный момент в стране происходит переход на бензин евро-4 и осуществляется выход из употребления топлива третьего класса. Таким образом, правительство предполагает, что цены на топливо четвертого класса в 2016 году останутся на уровне прошлого года, но на высококлассный бензин пятого уровня в течение этого года цена вырастет значительно от 11 до 20%. Эксперты говорят о том, что, несомненно, следует ожидать общественного резонанса. Цены будут расти параллельно с акцизами, рост которых будет неизбежен, потому как это является необходимой мерой для пополнения бюджета дорожного фонда. Также в 2016 году пройдет увеличение налогов на добычу полезных минералов и экспертной вывозной пошлины на нефтяные и производственные. Все это прямо влияет на стоимость топлива. Но некоторые эксперты все же утверждают, что эти меры не решат всех проблем. Что касается дизельного топлива, то на ближайшие два года появление дополнительных ставок не ожидается. Повышение произойдет планомерно. Тем не менее, дизельное топливо высокого качества подорожает в среднем на 14% по отношению к его ценам в 2015 году. Таким образом, рост цены в среднем будет составлять 2-3 рубля за 1 литр. Ожидается, что уже к весне бензин подорожает приблизительно до 40 рублей за литр. В Рязанской академии тенниса имени Николая Озерова подходит к завершению первый крупный турнир Кубок Кремля среди спортсменов до 15 лет, входящий в европейский юношеский тур. Соревнования проходят на высоком уровне и стали первыми в череде больших стартов, которые примет Рязани. Алексей Шостаков играет в теннис с 5 лет, сейчас ему 13. Он влюбился в этот вид спорта, глядя на свою старшую сестру, которая также занималась теннисом. Сейчас Алексей занимает первое место в Европе в рейтинге спортсменов своего возраста. Сам он из Севастополя и в этом турнире он вышел в финал. Тяжелый соперник был в полуфинале. Играли в трех сетах, я первый сет проиграл, но я собрался, подкорректировал свою игру, начал играть лучше и поэтому выиграл. Алексей выступал на турнирах во многих странах. Его кумиром является Роджер Федерер. Мне нравится игра Федерера. Он очень хорошо передвигается по корту, великолепно бьет справа, играет у сетки, просто великолепно передвигается. Очень много шлемов выиграл, поэтому нравится его игра. Я всегда смотрел с восхищением, особенно когда он играет на Мамбалдоне. Юный теннисист, как и великий спортсмен, хочет завоевать все кубки турниров большого шлема. Соперником Алексея в финале Кубка Кремля станет Алибек Кочемазов. Он приехал из Москвы с группой поддержки. Его кумиром также является Роджер Федерер. Кочемазов, как и его завтрашний соперник Алексей Шестаков, полюбил теннис, глядя на свою старшую сестру и начал играть в него с шести лет. В этом году успешно стартовал, выиграл первую категорию, которая была в турнире Александра Островского, теннисный турнир первой категории. Сейчас дошел до финала на Кубке Кремля. Будет играть с Шестаковым. Первая ракетка Европы. Этот мальчик, у них счет 1-1 по личным встречам. Но завтра такой момент, кто кого. В прошлом году Алибек мало участвовал в турнирах. Больше времени провел в тренировках и общефизических подготовках, чтобы получить результаты, начиная с этого сезона. В целом, турнир Кубка Кремля дает большие перспективы для его участников. Он является европейским и собирает спортсменов из многих стран. Турнир такого масштаба впервые проходит в Академии тенниса имени Николая Озерова. И, по мнению экспертов, премьера удалась. Это первый турнир, который вообще здесь проходит. И сразу же высшая категория европейского теннисного тура, турнир первой категории. И организаторы сделали все возможное, чтобы провести его на подобающем уровне, так как и проводится в Москве, Петербурге и других крупных городах, где уже не первый раз этим занимаются. В скором времени в Академии тенниса имени Николая Озерова пройдет еще ряд турниров, на которых соберутся лучшие спортсмены. Такого уровня масштаб только возраста до 13 лет. Уже 28 января стартует зона Европы. 16 команд, всего 150 участников мы принимаем. Это тоже очень высокий уровень. После нашей зоны будут отбираться уже финалисты европейского теннисного тура, который будет играться в Европе. Организаторы турнира также отметили высокий профессионализм всех участников турнира и выразили благодарность всем спортсменам, которые смогли приехать, чтобы побороться за победу. С Нового года в бассейне Рязанского государственного медицинского университета Аквамед стартовали новые занятия – плавание в моноластах. Несмотря на то, что этот вид водного спорта довольно новый, он уже успел завоевать сердца многих любителей поплавать. О том, что это такое, расскажет Марина Комиссарова. Подводный спорт привлекает все больше спортсменов и любителей активного отдыха. В основе этого красивого и скоростного вида спорта лежит базовая дисциплина – плавание в ластах. У таких занятий множество преимуществ. Укрепляются мышцы спины и ног без перегрузки позвоночника и суставов, развивается эластичность связок, а с помощью опытного тренера находится оптимальный стиль и скорость плавания для каждого. Моноласта – более эффективный плавниковый двигатель, чем парные ласты. У нас стартует новое направление – финсвиминг. Плавание в моноласте производится по технике дельфин, направлено на освоение техники плавания, и поэтому любой занимающийся может прийти на занятия, вне зависимости от уровня подготовки. Главное, чтобы он умел держаться на воде. Моноласты – это разновидность ласт, позволяющая совершать движения двумя ногами одновременно. И также задача состоит в преодолении дистанции под и по поверхности воды. Моноласту изобрели в России. Идея конструкции возникла при съемках фильма «Девочка и море». Скоростное плавание в моноласте дает возможность развивать скорость до 8 км в час, что вдвое больше рекорда чемпиона мира по плаванию. Ну, если ты человек подготовленный, то, в принципе, тут ничего сложного. А если ты в первый раз пришел, да, придется постараться. Но мне кажется, тут тренер хороший, и она всем все расскажет, всем все покажет, и все будет замечательно. Моноласты широко применяют в скоростном плавании, подводном ориентировании и фридайвинге. Кроме того, движение в воде выглядит очень красиво. Набор в группы продолжается. На занятия в аквамед приглашают желающих в любом возрасте и любой физической форме. Не успели новогодние праздники отгреметь, а полицейские вновь обнаружили пункт продажи нелицензированного алкоголя. На этот раз предприниматели выбрали не совсем обычное место для торговли. Расположились на платной автостоянке. Платная автостоянка в городе Новомичуринске Пронского района в начале Нового года вдруг стала популярной. О ней узнала вся Рязанская область. И все благодаря полицейским, которые выяснили, что автостоянка функционирует не только по своему прямому назначению. Здесь клиентам предоставляют также дополнительные услуги. Сотрудники полиции пресекли в городе Новомичуринске Пронского района незаконную торговлю спиртным из помещения охраны на платной автостоянке. Алкогольная продукция, реализуемая в сторожке, была с явными признаками контрафакта. Изъято 40 литров спиртного. Полицейские получили информацию, что охранник платной автостоянки, расположенной в Новомичуринске, прямо на рабочем месте торгует спиртным. Конечно, никакого разрешения на торговлю алкогольной продукцией в таких условиях получить невозможно. Сотрудники полиции проверили эти сведения и выяснилось, что алкогольная продукция сбывалась по низким ценам, а качество спиртного даже при визуальном осмотре вызывало серьезные сомнения. Сотрудники полиции зафиксировали незаконную продажу спиртного на автостоянке и осмотрели сторожку. Там хранилась алкогольная продукция – водка, коньяки, виски с этикетками известных брендов. При этом бутылки были маркированы акцизными марками с явными признаками контрафактности. Также у охранника обнаружили початые 5-литровые емкости со спиртом и бутылки из-под пива со спиртосодержащей жидкостью. Вероятно, часть спиртного сторож готовил прямо на рабочем месте. Всего было изъято 40 литров спиртного. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. 23 медработника Рязанской области могут стать миллионерами. В этом году врачам будут выплачивать по миллиону рублей. Конечно же, не все представители профессии смогут разбогатеть. Для того, чтобы получить солидную сумму, врач должен уехать работать в область. Наш корреспондент пообщалась с молодым врачом и выяснила, что главным мотивом его переезда стало все же не желание заработать, а призвание помогать людям. Рабочий день большинства людей начинается утром. Но иногда график может быть гибким, как, например, у заведующего хирургическим отделением Клепиковской районной больницы Алексея Малахова. Его рабочий день иногда начинается в 2 часа ночи или плавно становится продолжением предыдущего. День расписать невозможно и представить, как будет проходить следующий день практически нереально. И в этом, по сути, прелесть медицины, потому что мы можем сейчас сидеть, совершенно спокойно разговаривать, да, и через минуту сорваться, и уже неизвестно, что дальше будет. Будет ли это операция, либо тяжелое больное, реанимационные какие-то мероприятия, либо просто консультация. Но так или иначе, в любой момент все может кардинально перевернуться, просто перевернуться с ног на голову. И тихий мирный течение дня, так скажем, полномерная и плановая работа может сразу же превратиться в экстренное. Но это дает тонус. Пять лет назад Алексей приехал в Клепиковский район на практику. И это стало переломным моментом. Ему, студенту, тогда пришлось довольно быстро понять, каково это брать ответственность на себя и быть хирургом общего профиля. Если в областном центре в больницах существует четкое разделение – общая хирургия, нейрохирургия, травматологическое, ожоговое отделение, то здесь, в районе, общий хирург занимается всем – от простой раны до черепно-мозговой травмы. Тогда, буквально за каких-то полтора месяца в сознании студента ординатуры и произошел тот самый перелом – переход от сознания студента к сознанию врача, способного самостоятельно принимать решения. Уже после получения диплома Алексей решил остаться в Клепиковской больнице. А через пару лет ему предложили стать заведующим хирургическим отделением. Работа в районной больнице требует не просто способности принимать решения, а способности двигаться вперед, несмотря ни на что. Если в областной больнице ты всегда стоишь за спиной профессионалов, профессорского состава, таких опытных врачей, заведующих отделений, и уровень работы там выше, тяжести операций, а все это сопровождается, естественно, мыслительно, такой глобальной, вымыслительной работой, то здесь нет профессора, который тебя поведет вперед и покажет направление, куда двигаться. Здесь все эти направления надо выбирать самому. Алексею и его семье пришлось мириться со спецификой жизни в районе. Отсутствие каких-либо вариантов проведения досуга, конечно, восполняется свежим воздухом и красотой природы, но временами все же хочется найти выход своей энергии. Алексей признался, что с удовольствием походил бы в бассейн, которого в Клепиках нет. Между тем, о своем выборе он совсем не жалеет. Молодые ребята сейчас, когда выходят в жизнь, встает вопрос карьеры. Карьерная лестница, вот достичь высот. Если бы мне задали вопрос, кем ты хочешь быть, вообще, вот самый такой высокий уровень, который ты считаешь, я бы ответил очень просто – врач. По словам Алексея, работа в районе – колоссальный опыт, благодаря которому он, врач, получает навыки широкого спектра. К тому же сейчас молодой зав. отделением учится правильно общаться с пациентами, а это, по его словам, далеко не самая простая часть профессии. Несмотря на то, что каникулы закончились, рязанцы продолжают радоваться зиме. В городе открыты катки, в парках проложили лыжню, работает биатлонная трасса. В общем, можно найти развлечения на любой вкус. О том, как в городе можно активно провести время, а также о мерах безопасности в зимнее время года, расскажет Анна Герцовская. И дети, и взрослые умеют радоваться зиме и находить себе развлечения на любой вкус. В Рязани открыто около десятка лыжных трасс. На них регулярно тренируются как любители, так и профессионалы. Естественно, нравится. Просто, конечно, на лыжах уже стою не так уверенно, как в молодости. Но в любом случае катаюсь с удовольствием. И вы будете продолжать? Да, наверное, если погода будет, снегу уже не так много в этом. Просто проедешься, настроение хорошее, свой чувство замечательное. Здорово. Лыжи – это оптимальный вид спорта, который помимо свежего воздуха дает развитие всех групп мышц. Здесь и руки, и ноги, и вестибулярный аппарат. Вообще, лыжники – самый лучший народ, спортсмен. Рекомендую всем заниматься лыжным спортом. Среди всех лыжных трасс спортсмены выделяют биатлонный комплекс. Но и за другими трассами также осуществляется качественный уход. Так что лыжня каждый день готова для тренировок. Для любителей катания на коньках в Рязани проделана очень большая работа. В эти дни открылся каток на стадионе ЦСКА. Ледовое покрытие является одним из самых лучших в городе. Этот каток действительно очень скользкий, поскольку каждый раз после его закрытия специалисты занимаются выравниванием льда. Для этого поверхность заливается горячей водой. Именно горячая вода выравнивает все неровности и царапины на льду. Среди катков популярными остаются площадки в Ледовом дворце и на стадионе «Локомотив». Помимо приятных моментов, лыжи и коньки каждый год приносят горожанам различные травмы. И чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед занятием спортом нужно ознакомиться с техникой безопасности и использованием снаряжения, а также подготовиться к выходу на холод. Прежде чем выходить, заниматься спортом, надо обязательно разогреться. Должна быть удобная спортивная одежда, инвентарь, мундирование, то есть нормальные лыжи, нормальные коньки. Они должны подходить по ноге или нормально сидеть. Если неприятность все же произошла, с любой серьезной травмой нужно сразу же обратиться в службу экстренной помощи. Если человек упал на лыжне, сломал ногу, получил травму и чувствует, что он не может ни двигаться, ни ходить, то надо обязательно позвать на помощь при возможности вызвать машину скорой помощи. Если нет такой возможности, то зафиксировать возможное место повреждения, то есть перелом различными фиксаторами. Даже можно использовать подручные средства, такие как палки, такие как какие-то, возможно, картонки, ну и так далее. Главное, чтобы не двигалось поврежденное место. И по мере возможности приложить холод. Соблюдать технику безопасности нужно не только взрослым, но и подрастающему поколению. Ведь именно дети выполняют много резких движений, бегают и прыгают на льду, катаются на ледяных горках. Родители должны напоминать им о технике безопасности и присматривать за малышами. К примеру, при катании с ледяной горки детям нужно выдерживать промежутки, чтобы не врезаться друг в друга. Тогда и прогулки малышам будут приносить только радость и удовольствие. А на следующую информацию просьба обратить особое внимание. В Рязани пропал 27-летний мужчина, о местонахождении которого ничего не известно с 27 декабря. Осюшкин Дмитрий Александрович, среднего роста, средней полноты, европейского типа. Глаза серые, волосы прямые, темно-русые, коротко стриженные. Был одет в баллоневую черную спортивную куртку с капюшоном, спортивные черные брюки, белую майку с логотипом Adidas. Серые сетчатые кроссовки летнего типа. При себе имел документы на автомобиль. Просьба всех, кто что-либо знает об этом человеке, позвонить по телефону 70 0020 либо 70 0021. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее прогноз погоды и программу подробностей. Хороших вам выходных, всего доброго и до встречи. Живой комплекс Вива. Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok